Всем привет, ребята! И в этом видео читаю страшные истории. Специальное приложение. Звучит странно, но да, есть специальные приложения, в которых можно почитать истории разные. К примеру, юмористические, страшные какие-то, жуткие, ну или фэнтези. И сегодня мы с вами прочитаем историю родовая наследственность. Ну что, поехали! Еще раз напоминаю, что история называется родовая наследственность. Когда родилась Арина, родители думали, что это не передалось. Но когда ей исполнилось 12, то они поняли, что сильно ошибались. Когда мама Арины, Лиза, была маленькой, ее бабушка рассказала ей историю. Очень давно жили люди, обладавшие огромной силой. Им было подвластно все. Они могли делать что угодно. Но каждый, кто владел такой силой, должен был уметь контролировать себя. Потому что если контроль пропадает, то владелец силы может убить человека. Или сотворить что-то страшное. Бабушка сказала, что такая сила передается по наследству. Но бывает такое крайне редко. Но если же это случится, то никто не знает, что будет. Арина, ты скоро? Это пишет мама своей девочки. Арина, ты скоро? Если ты опоздаешь, дойду я уже. Ну наконец-то, почему ты так долго? Просто подбирала одежду. Ясно, ладно. Садись в машину, поехали. Извиняюсь за посторонние звуки. Уроки это вот, вот эта вот прелесть. Ясно, ладно. Садись в машину, поехали. А, опять это школа. Уроки назойливые одноклассники и учителя. Слушай, хоть сегодня перестань ныть. По дороге Арина, как обычно, смотрела в окно. И в этот раз увидела что-то непонятное. Это была девушка лет 15. Выглядела она очень странно. Грязное платье, русые волосы спускались ниже пояса. На ногах ничего не было. Эта девушка смотрела, как проезжает машина. И вдруг их взгляды встретились. По телу Арины пробежали мурашки. Машина остановилась. Арина, выходи. Она никак не отреагировала. Арина! А, что? Ты чего застыла-то? Выходи давай. Мама уехала. Арина продолжала думать о той девушке. Почему она так выглядела? Почему стояла на обочине и никуда не уходила? Когда их взгляды встретились, то в глазах у Арины мелькнули какие-то события. Что это было, она не знала. Привет, пишет Маша Арина. Маша это, как я понимаю, ее подруга. Да. Маша это лучшая подруга Арины с детства. Привет. Ты чего такая? А, это их разговор в школе. Все поняла. Ты чего такая? Какая? Я не знаю, ну, странная какая-то. Ладно, пошли в класс, а то опоздаем. Да, пошли. В классе. Здравствуйте, ребята, это говорит учительница. Арина абсолютно не слушала, что говорит Тамара Львовна. Ну, учительница их. Она была погружена в свои мысли. Арина, повтори, что я сейчас сказала, говорит Тамара Львовна. В классе повис о молчании. Ну, я жду. Извините, но мне немного плохо. Можно выйти? Да, можно. Может мне позвонить твоей маме? Нет, спасибо. Скоро все пройдет. На перемене. Что с тобой? Ничего, все хорошо. Просто немного голова заболела. Понятно. Точно все хорошо? Да. Да, точно. Тогда ладно. Слушай. Арина опять ничего не слушала. Она могла думать лишь о той девушке. Арина! Маша помахала рукой перед лицом Арины. Ты чуть не врезалась в стену. Маша начала смеяться. Маш, можно я немного побуду одна? Почему? Я тебя чем-то обидела. Если да, то прости. Я не хотела. Нет, все хорошо. Просто я сейчас немного ненастроения. После уроков Арина пошла домой и думала о девушке, увиденной на обочине. Когда она пришла, мать была сама не своя. Почему ты не позвонила мне, когда закончились уроки? Учителям ты сказала, что у тебя болит голова. Хотя мне даже не сообщила. Но уроки ты не слушаешь. Что с тобой происходит? Быстро иди в комнату. Арина зашла в комнату и закрыла дверь. Что сегодня за день? Почему все это на меня свалилось? Я не пойму, почему мама так разоралась? Я ведь уже не маленькая. Арина пошла к окну. Снова увидела эту девушку. Она пристально смотрела на Рину. Арина хотела отойти от окна, но не могла. Ее тело будто больше не принадлежало ей. Вдруг в комнату зашла мама. Арина, прости меня. Я не знаю, что на меня нашло. Просто я очень сильно за тебя волнуюсь. Ничего. Я понимаю. Ладно, тогда пошли есть. Хорошо. Она снова посмотрела в окно. Но там уже никого не было. Прошло несколько дней. Арина, привет. Почему ты не приходила в школу? Я звонила тебе тысячу раз. Где ты была? Маша просто налетела с вопросами. Маш, все хорошо. Я просто немного приболела. А телефон сломался. Понятно. Но теперь ты все хорошо. Да, точно. Ну ладно, слушай. Ты слышала, что недалеко отсюда произошло убийство? Что? Родители в последнее время только об этом говорят. Что же произошло дальше? Эпизод первый закончился. Всем пока. Если хотите второй эпизод, обязательно пишите в комментариях. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok